После бунта в Мегри солдат наказали переводом в Карабах, которого они так боятся, так как эта земля захвачена армянской армией. 23 марта к зданию правительства Армении собираются прийти родные военнослужащие, проходящие в службу в Мегри. Одна из матерей армянок рассказала армянским СМИ, что у нее несколько дней не было вестей от сына, которого затем она нашла в военной полиции Ханкенди. Пару дней назад женщина встретилась с сыном и выяснила, что недели раньше, несколько сотен солдат, подчеркиваю, что не 10 или 20, а несколько сотен солдат, взбунтовались из-за отвратительного поведения одного из офицеров. Они покинули воинскую часть, но вернулись, прислушавшись к призывам командира. В полночь роту построили, выбрали 20 солдат, разорвали их униформу и отправили на автобусе в военную полицию Капана, откуда некоторых перевезли в Карабах. По данным женщины, тем, кто остался в Капане, грозят судом, остальных в качестве наказания намерены распределить по воинским частям на передовой. На виде женщина рассказывает и о других беззакониях офицеров. Пытались дозвониться до пресс-секретаря Минобороны Армении Арцерона Аванесяна, однако на звонки никто не ответил. Связавшись с матерями других арестованных армянских солдат, сыновья которых сообщили, что их в любой момент могут распределить по разным местам. Некоторые семьи живут за пределами Еревана, и приехать к зданию правительства не смогут по финансовым причинам. Чтоб армянских солдат не лихорадило от одного напоминания о Карабахе, нужно просто-напросто освободить территорию Азербайджана, которую армяне оккупировали незаконно. 20% земель Азербайджана более четверти века под оккупацией, азербайджанское население изгнано, и сегодня на территории Нагорного Карабаха проживают исключительно армяне. Живут достаточно бедно, инфраструктура оставляет желать лучшего. А оказались в таком положении его жители благодаря властям Армении, начиная с Тер Петросяна, первого армянского президента, и заканчивая нынешним главой этой республики Николом Пашиняном. Последний продолжает политику предыдущего руководства, совершая все те же визиты на захваченные земли, делая такие же противоречивые заявления, и также как предшественники, пытаясь показать миру, что такую судьбу сепаратисты Карабаха избрали сами. На переговорном процессе подобные действия положительно сказаться естественно не могут. По мнению российского эксперта в области геополитики Андрея Иванова, в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится.